Привет, Уля, моя красота, Уля, Лапуле. У нас с вами новый влог. Мне пришлось везти Саню на вокзал, потому что, кто поедет в Геленджик на поезде... Девочки, учитывайте, что таксисты в Новороссийск ехать не хотят. Мы вызывали такси больше полутора часов. На всякий случай это хорошо. У нас есть машина. Но вот как людям обычно добираться, у кого поезд? Ни одна машина не согласилась. Пробки страшные, что туда... Ну, туда ещё более-менее. А обратно это было 6. И ещё сразу хочу поставить точки над «и». По поводу... Есть некоторые сообщения, точнее, комментарии. Задолбалая реклама. Нам это не надо. Девочки, запомните, вы не одни. То, что я показываю, то, что интересно мне, интересно многим моим подписчикам. Потому что, как только у меня заблокировали канал, сколько сообщений я получила по поводу рандеву, Таня, дай, пожалуйста, промокод, это за эти дни, это просто кобздец. Это хорошо, кто подписан на меня в Телеграм. Те там просматривали сообщения, кто-то писал, я кому-то отвечала. А те, кто не подписан и только в Инстаграм, я когда заходила в Инстаграм, у меня просто копипастом вот так вот я через сообщения отправляла свой промокод на рандеву. Не хотели смотреть швабру? Девочки, извините, полный солд-аут уже распродано. И вот вам не интересно, а кто-то капец как ждал этот обзор. Так же и с пылесосами. И вообще то, что я показываю, если вам это не интересно, вы можете просто промотать. Очень много людей, кому это нужно и интересно. Поэтому, если вам не нравится реклама, у меня, знаете, вот такой вопрос. Вот вы ходите на работу, ходите на работу, и в конце месяца, когда у вас должна быть зарплата, вам такой ваш начальник говорит, жмёт вам руку, спасибо, дорогая, похлопала по плечу там, или похлопала вас по плечу, говорит, молодец, спасибо, хорошо отработал, свободен. Вам не заплатили. Для меня это, конечно, не работа. Но, извините, я тоже хочу получать хоть какую-то отдачу. Когда я прошу деньги на животных, эти деньги, которые там, у меня ссылка указана, помощь каналу и животным, они уходят только на животных. Я себе не беру ни копейки. Сейчас монетизации практически на Ютубе нет. Я вообще себе поставила, чтобы у меня там накопилось, например, тысяча долларов, и только когда будет тысяча долларов, тогда мне будут выводиться деньги. Но это будет хорошо, если в течение там, 8-9 месяцев, потому что я не получаю в месяц даже 100 долларов за Ютуб, за просмотр. Поэтому я вас очень прошу, если вам не нравится реклама, вы просто ее проматывайте. Не надо мне вот это вот писать, потому что очень много девчонок, намного больше, которым нужны эти обзоры, которые ждут эти обзоры, чтобы определиться с покупкой. И если я что-то показываю, это значит, действительно мне очень нравится, я это действительно советую. Я никогда, никто меня не может обвинить в том, что я взяла что-то на обзор, просто там ради денег, например. Это не такие большие деньги, я вам так скажу. У нас сегодня жара. Страшно. Очень. Потому что на улице почти 40 градусов. Сегодня можно, кстати, получить тепловой удар. И я, не знаю, наверное, после 4-х хочу съездить на море, попробовать воду. Может быть, она теплая, искупаться хочется. И на улице такая, знаете, погода, когда ты весь мокрый. То есть, я проснулась мокро, я с собаками сходила, одела чистую майку, шорты. 15 минут мы прогулялись, пришли домой, и я все отправила в стирку и пошла мыться. Потому что вся была мокрая. Я вам обещала рассказать, я же сделала, когда заказ на рандеву, заказала себе два уходовых средства. Первый, это у нас Акуджи. Акоджи, наверное, так читается. Это тоник. Но на самом деле это тонер. И это корейская косметика, как премиум класса. Вот такой тоник. Его производят на острове Чеджу из местных компонентов и чистой воды. Короче, он у нас что делает? Он предназначен для всех типов кожи и лучше всего для сухой, например, как у меня. Я его не наношу на ватный диск, как рекомендует производитель. Я его просто наношу на лицо, похлопывающими движениями вот так вот его вбиваю, и у меня под окнами ходит. Он супер увлажняет, разглаживает кожу, он борется с пигментацией. Очень важно. И это заметно, потому что после его применения я заметила эффект. У меня вот здесь возле глаз появились были пигментные пятна в самом начале отпуска. И вы знаете, они пропали. Конечно, с пигментацией, которая у меня вот здесь, это не работает так, как хотелось бы, но пигментные пятна поуходили. Еще он выравнивает тон и микрорельеф кожи. То есть, она более гладкая. И вы знаете, мне даже не хочется наносить после этого тонера крем. У него такая классная упаковка, откручивается крышка, я ее никогда не потеряю. И у него такая прям густая текстура, гелевая. Он очень приятно пахнет, у него такой свежий аромат трав и цветов, но не навязчивый. Даже руки намазать. Стоит он, конечно, небюджетно, но это средство однозначно стоит своих денег. И, кстати, сейчас у них распродажа на randewoo.ru скидки до 50% до конца августа. И не забудьте про мой промокод, который я укажу под видео. Он дает 10% скидку на заказ от 2,5 тысяч рублей. И если еще набрать, можно отлично использовать их новую систему Далями. Обязательно с ней ознакомьтесь. Это очень удобная вещь, потому что можно платить за заказ частями. Однозначно рекомендую этот бренд. Хочу еще попробовать от него несколько продуктов. И также я сказала себе отшелушивающие пады с коллагеном от Farmstay. Вот такая большая упаковка. Здесь, по-моему, 75 штук. Это вот такая большая упаковка. Очень удобное использование. Здесь, кстати, есть пинцет для того, чтобы доставать пады. Я вообще люблю формат падов и люблю пады за то, что они отлично отшелушивают кожу. И кожа быстрее обновляется. И здесь еще есть коллаген. Если кто не знает, что такое пады, это такие диски очень тонкие, которыми очень классно отшелушивать. Они с одной стороны рифленые, вот такие, а с другой стороны они абсолютно гладкие. И сначала нужно аккуратненько рифленой стороной протереть кожу, а потом уже остатки снять той стороной, которая более гладкая. Сейчас на эти пады 15% скидка и вообще на их бренд Farmstay сейчас скидка на сайте рандеву до 35%. Так что очень выгодно можно купить. Еще с моим промокодом вообще будет класс. Ссылки, конечно же, я оставлю в описании на тонер и на пады. И не забывайте, что на сайте рандеву только оригинальная продукция, вся парфюмерия только оригинальная. Не забывайте заглядывать к ним в раздел акций. Там очень интересно и выгодно. Ну что, девчули красотули, муж мой доехал домой, я ничего не делала, дом бородачина. И, кстати, за этот отпуск, с которым мы были вместе, я особо тщательно так не убирала, как я делаю это всегда, потому что, во-первых, было некогда. Ну, так получилось, что я так, что-то какую-то поверхностную уборку, квартира, просто дос в каком состоянии. И сейчас я вам мотивацию предлагаю. Будем убираться вместе. Реально кобзец какой-то творится дома. Про кухню я вообще молчу. Тут жесть. Жесть. И самое интересное, девочки, вы только посмотрите, какая пыль. Я надеюсь, вам видно. Ну, это два дня были открыты окна. Все нужно убирать. В ванной тоже просто кобзец. Крамы, кстати, еще не поменялись. Сегодня будут менять микрон сосед. О, боже. И пыль такая, вот отсюда прям хорошо видно, какая пыль на полу. Я без тапок не хожу. Все надо убирать, вытирать. И почему я вытираю пыль каждый день? Потому что вот это двухдневная пыль. Было открыто окно. Ну, что, погнали? Начинаю уборку я всегда с балкона. Все коврики нужно постирать не только с балкона, но и из ванной. Все стряхиваю, пропылесосила и закидываю. Порошок очень классный, который прислали на тестирование. Быстренько закидываю. У меня столько стирки, вы не представляете. Все пледы тоже нужно постирать, перестелить новые, чтобы чехол потом не стирать. Очень сложно его потом набивать в эту подушку. Убираю все поверхности, вытираю пыль. У меня стол этот постоянно в кофе. Постоянно. Кошмар какой-то. Все возвращаю. И что? Остается только пропылесосить. Обязательно бортик пылесош, потому что пыль летит. Стараюсь окно не открывать. Пылесосом все прохожусь. Вот эта маленькая маневренная щетка, она залазит вообще в любые щели и очень легко маневрирует. Пылесошу с одной стороны, с другой стороны, я, кстати, за кадром уже протерла все свои ящики, все пылесошу и потом приступаю к мытью полов своей любимой швабры. Девочки, я не знаю, как я без нее жила. Это, во-первых, быстро, а, во-вторых, идеально чисто. Я могу ходить в белых носках и целый день у меня носки чистые. и потом не надо ничего замачивать. Так, нужно первым делом кондиционер помыть. Щетки я помыла, поставила сушить и пока они сушатся, я снимаю постельное белье. Поскольку Саня уехал, мне не нужны маленькие подушки, на которых он спит. Я сплю на большой подушке, поэтому я их убираю в место для хранения постельного белья. Кстати, кровать ужасно неудобна. Единственное удобное это то, что там есть место для хранения. Все перестилаю. Кстати, простыни и постельное белье у меня с моего любимого василька. Трикотажную простынь на резинке я всегда стелю, чтобы не ерзала простынь обычная. Это очень удобно. И я стараюсь белье сейчас не гладить. Мне очень нравится жадко. Я специально на 10-15 минут в машинке оставляю белье, чтобы оно еще больше помялось. И вешаю его, не встряхивая. Не знаю, вот такой у меня пунктик в последнее время. Поэтому мне нравится, когда белье очень-очень мятое. И, кстати, пододеяльник, когда изнанка, очень легко одевать одеяло. Смотрите, просто углы выворачиваешь, один раз встряхнул и все. И одеяло уже в пододеяльнике. Мне очень нравится это двухцветное белье. Я еще одно заказала. Буквально 2-го августа все придет. Убираю все, что есть на поверхностях. Убираю то, что мне не нужно. Sony Playstation 2 тоже отправляется в ящик. Все это я буду мыть. И телевизор свой огромный протираю салфетками от Faberlic. Подоконник мне сейчас нужен. Кстати, пыль я вытираю в самом-самом конце, потому что пока пыль осядет после постельного белья. И все предметы, которые на полу, я все убираю, потому что буду запускать свою любимую Клавдию. Меня, кстати, робот-пылесос зовут Клавдия. Я его запускаю. Сейчас только в комнате. И пока она пылесосит, я занимаюсь другими делами. Закидываю постельное белье. Пока оно будет стираться, я тоже буду заниматься другими делами. И решила поменять и постирать все наволочки и поменять плед на кухне, на диване. На самом деле диван, он хоть и удобный, но мы практически на нем не бываем. Там в основном лежат собаки или когда кто-то приходит в гости. Но сам чехол мне настолько выбесил, поэтому я застилаю пледами. Пледы тоже, кстати, с василька. Очень мне нравятся, поэтому девочки очень рекомендую. Подушки пока полежат, пока стираются наволочки. И пока у меня там Клавдия пылесосит, все стирается, я решила протереть полки в шкафу на кухне. Хотя там чисто, но все-таки после отпуска хочется навести порядки. и я убираю в дальнее место то, что я не использую, а то, что я использую поближе к себе, чтобы было удобно брать. Что-то выкидываю, там санины чипсы в основном, какие-то остатки крупы старой. Все повыкидывала и составляю то, что я буду, например, овсянку поближе, макароны какие-то поближе. Все остальное отправляется в дальние углы. И фасады тоже нужно протереть, потому что они в основном в молоке и кофе. Я не знаю, постоянно капаю, а на темной мебели это очень сильно видно. Так, Клавдия у меня пропылесосила, и теперь можно помыть полы моей любимой шваброй пять минут, и все, готово. Девочки, кстати, она опять появилась на Алиэкспресс, вы можете спокойно заказывать. Очень рекомендую эту швабру. Гардеробную я убрала, поскольку в ней снимать неудобно, я только покажу, как я помыла полы. Так, все, возвращаю на место, протираю, теперь пыль. Поскольку я играю, мне очень нужен монитор, и все возвращаю на место. Девчонки, в свою зеркальную поверхность я всегда протираю только клином, только он не оставляет разводов, и тряпочка, кстати, от Фаберлик. Переходим к прихожей, тоже все убираю, потому что нужно помыть, все в пыли. Никогда не покупайте черную мебель, заклинаю вас, ни черной полы, ни черную мебель, никакого венги, потому что все видно, это ужас какой-то. Два дня пыли, да даже один день пыли, и все. Возвращаю свои туалетные, притуалетные, прикроватные столики. Комод тоже такой пыльный, я просто ненавижу эту черную мебель, но теперь все красиво, все убрала, можно переходить дальше. Моя большая ошибка была купить это зеркало с полками, я думаю, что полки эти я откручу, а зеркало просто повешу на стену, но это не сейчас, потому что я не хочу это сама делать. Все протираю, фасады протираю, благо у меня не так много мебели, и зеркало тоже клином. Все возвращаю на место, все помыла, все протерла, кстати, очень удобно. И нужно помыть коврик из прихожей, за месяц он довольно грязный, дважды проделала эту процедуру, потому что действительно очень-очень пыльный. У нас здесь, поскольку горная местность, и пыль, знаете, она такая серо-белая, ужасная пыль, вся квартира вот как будто никогда не убирался. Маленьким пылесосом, точнее на ручке, я пропылесосила, и также помыла полы в прихожей. Это очень быстро и удобно, поскольку прихожая небольшая, там сколько у меня, 6 квадратов, все это быстро делается, и перехожу я на кухню. Очень большая ошибка была нам устанавливать там стол. Он нам не нужен, это пылесборник, на который просто все складывается, и стулья тоже нам, мы там вообще не едим. Нужно убрать, все протереть, потому что, ну, я особо не заморачивалась, не отодвигала ничего, там подтеки какие-то от кофе, но чайник я не использую, но я его оставлю, мало ли кто-то придет ко мне в гости чай попить. И, кстати, нержавейку очень рекомендую, средством для стекол, любым протирать, потому что пятен потом нет. Кстати, я забыла поддон от кофемашины в Софрино, и это постоянные капли. Все протираю быстренько. На самом деле, у меня на кухне чисто. Останется только помыть посуду. Посуду для меня белые тарелки, с двух сторон я мою всегда, потому что к некоторым приходишь в гости, и вроде тарелка чистая, а если ее взять в руки, сразу на пальцах ты чувствуешь, что с задней стороны там что-то какой-то желтый налет. И вообще посуду я мыть ненавижу. Мы уже подумываем о том, чтобы купить посудомойку сюда, но это когда мы будем переоборудовать кухню. Это будет 100%, но когда остается только самый главный вопрос. Так, нужно потеки все убрать. Черная раковина, девочки, никогда не покупайте черную раковину. Вообще черная в доме не нужно иметь. Хочу почистить столовые приборы своим любимым пятновыводителем, который с озона. Он прекрасно все отмывает. Пока вода у меня нагревается, я протираю печку и микроволновку. Микроволновка у меня чистая, там практически ничего не подогревалось, потому что мы дома не ели. Остается только вытереть пыль со стеллажа, и в общем-то все готово. Так, вода у меня нагрелась, опускаю приборы, и добавляю ложечку того самого пятновыводителя. Шипит, все сейчас отъест, и останется только прополоскать приборы, и они будут как новые. Мне очень нравится эффект. Девчули, я еще убрала ванную. У меня камера разрядилась, поэтому пришлось не ждать, пока она зарядится, потому что я уже устала, уже вечер. Я убрала ванну, у меня новый кран стоит, который я вам показывала, что мы купили, а сосед мне сегодня поменял. Мне осталось постирать две стирки. Одна уже сейчас, я ее буду включать, а вторая еще лежит, цветное и белое белье. Но, клянусь вам, нет ничего лучше, чем чистые апартаменты. Осталось только подождать, пока плита покроется пыли. Но она не покроется, потому что я все-таки буду делать овощные рагу. Весь балкон завешан стиркой. Еще вот у меня сушилка вся полностью заполнена. Устала жутко, но я все убрала вообще. И мои помощники это... Я не представляю, если бы мне пришлось еще мыть все это вручную. А так, сплошное удовольствие. Так, я себе заказала на Азоне вот такой-то нейл. Шампунь, пепельный блонт для холодных оттенков. И работает, вот он, только шампунь с белой, вот этой жемчужиной. Есть с желтой, не так. А вот с белой, это Кристина мне посоветовала, с белой работает отлично. Ну что ж, попробуем потом. Сегодня отличный день для посидеть дома. Потому что на улицу не выйти. Чтобы вы понимали, я сегодня 4 раза уже мылась. 4 раза! И сейчас пойду 5, потому что мы только что пришли с прогулки. Я тут вышла в магазин. Я пришла, просто с меня вот так вот текло. Все текло. О, и кстати, у меня брови накрашены Стеллари этим маркером. Девочки, посмотрите. Вообще класс. Очень рекомендую в жару, летом маркер от Стеллари. О, реально работает. Классный. Держится вообще железобетонно. И мне, походу, надо идти на ресницы, потому что вот этот глаз у меня вообще прям полный. А этот облетел. Поменялись ресницы. И, наверное, сейчас буду записываться на понедельник. Так, у нас сегодня суббота. И девчонки, кто меня уже давно смотрит, вы знаете, в субботу мы собираем на корм 400 хвостам. Нужно собрать 65 тысяч. И поэтому даже 50 рублей будет огромная помощь. Ссылка на донат, конечно, в описании. Очень вас прошу помочь. Сейчас очень сложно собирать деньги, потому что кто-то на даче, кто-то в отпусках. Но даже маленькая помощь, это огромная помощь для приюта. Так что я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот влог был интересный. И, может, чему уточку полезный. Всех целую. Всем пока.